Торжественное открытие японской осени в Беларуси состоялось в символичном месте в Брестском парке 1 мая у чайного домика, который сегодня является своеобразным островком культуры страны восходящего солнца в нашем городе. Третий по счету республиканский праздник Брест принимает во второй раз. Общими усилиями организаторам удалось создать на небольшой территории настоящий маленький город традиции, где каждый гость мог найти для себя что-то новое и интересное. Нам выпала честь впервые за историю ежегодного фестиваля «Японская осень в Беларуси» открывать этот фестиваль в Бресте при поддержке посольства Японии в Республике Беларусь силами боевого клуба Будинка, клуба боевых искусств и восточного клуба «Чайный домик». Путь меча и чая смогли пройти те, кто решил провести субботний день в компании ценителей удивительной культуры. Конечно же, отправной точкой маршрута стала площадка, где гости праздника смогли ознакомиться с одной из страниц Японии, которую белорусы уже довольно серьезно освоили – «Восточное единоборство». У нас очень часто приезжают ребята из Гомеля, Минска, постоянно на тренировки. Очень часто, практически раз в квартал мы приглашаем мастеров международного уровня из-за границ Беларуси, которые проводят семинары непосредственно для нашей группы и, соответственно, сами ездим на тренировки за пределы Беларуси к великим мастерам. Все движения, они идут откуда-то, и мы изучаем корни этих движений. Поэтому исходно у нас есть определенные школы, стили, которым мы следуем. Уроки игры в японские шахматы, искусство владения мечом, решение ребусов и загадок – конечно же, чайная церемония. И это не полный список того, что предложили организаторы гостям праздника. Несмотря на то, что японская осень в Бресте продлилась всего день, она успела запомниться бересейским ценителям, и они с удовольствием будут ждать этого события в следующем году. Возможно, общая часть «Восходящее солнце», которое есть во втором названии Японии на орнаменте флага Беларуси, роднит два народа и две культуры. Я уже почти 15 лет здесь живу и во многих местах уже побывала. Но каждое место чем-то особенное. И в Минске я проживаю, поэтому Минск почти родной город. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Кирилл Леповик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.